Виктор, добрый вечер. Очень приятно, что вы свою карьеру направили назад в Приднестровье, да? Давно у нас в Террасполе уже, давно вернулись домой? Да, вернулся летом. Жил, учился в Москве, но из-за коронавируса немного приостановилось там мое развитие, как бы мог выступать только в другом виде спорта, в боксе. А меня интересует именно кикбоксинг, поэтому пришлось вернуться домой. Ну, тем не менее, в Москве вы учитесь в училище Олимпийского резерва, да? Это так, то есть продолжаете свое обучение. Да, я сейчас на четвертом курсе, уже заканчиваю. Скоро буду проходить практику, обучать детей. Здесь я себя чувствую совсем по-другому. Родные как бы стены меня заряжают, так сказать. Что собираетесь здесь делать? Как у вас это все дальше? Я знаю, что уже обговорили со своим тренером Иваном Деркаченко дальнейший план. Да. Здесь у нас как бы работа как с семьей. Мы все одна семья, и мы все обговариваем, делаем, как бы приумножаем наши общие черты. Следующий старт у нас, скорее всего, будет в Хорватии, будет Кубок Европы. И там мы хотим заявить о себе на мужской и взрослой арене. Я понимаю, что вы очень скромный уже человек, я это вижу. Все время вы говорите «мы», но все-таки давайте поговорим о вас. Совсем недавно я знаю, что вы выиграли свой первый профессиональный бой. Это произошло в Сербии. Поделитесь, как это было? Ну, перед боем были маленькие переживания, такие небольшие. Но вот перед выходом на бой я прям почувствовал, что прям это мой момент, мое время. Я так как-то прям погрузился полностью в атмосферу, вышел и просто делал все, что умею, все, чему меня учили. Свой профессиональный бой, да, вы провели в разделе «Лоу-кик». Да. Это немножечко такая лайт-версия, да, кикбоксинга. Что там запрещено? Более чистый раздел кикбоксинга. Там нет легких ударов, но чистым тем, что там нет возник, линча, борьбы. И нельзя там что-то, да, какие-то удары запрещены? Нельзя бить коленями. Коленями и ударами рукой с разворота. Означает ли это, что дальше вы уже будете идти вот в направлении «Лоу-кик», либо вы будете выступать и в других разделах? Я буду выступать по «Лоу-кику» и в кикбоксинге «К1», где я могу бить любые удары. Мне нравится «Свобода». Скажите, кикбоксинг любительский – это официальные чемпионаты мира, официальные чемпионаты Европы и даже, может быть, в перспективе где-то и Олимпийские игры. Вот это направление вас интересует? Не только профессионалы, да, не только там, где можно деньги заработать? Я очень жду, когда объявят уже какой-то раздел кикбоксинга Олимпийским, потому что у нас много разделов, и должны какой-то один выделить. И буду обязательно готовиться к Олимпиаде, очень интересно это. Просто одна самая главная цель. Как вы считаете, у наших приднестровских кикбоксеров есть шансы? Сто процентов, считаю, огромный шанс. Какой у вас уровень подготовки и какие у вас особенности? В зависимости вот от турнира. К этому турниру я готовился с Иоаном Васильевичем Деркаченко, он расписал специальную программу, которая вывела меня на пик моих возможностей. Я как бы утром занимался техникой, вечером я отрабатывал эту же технику в парах со своими ребятами, с одного клуба как бы. И иногда по утрам у нас были беговые тренировки, чтобы я в бою вообще не уставал, и этот план сработал. Да, я вообще не устал в бою. Ваша весовая, по-моему, 65 килограммов, да? 62. 62 килограмма. Это был договорной вес, вообще я выступаю в 60 килограмм. Ага, то есть вам приходится гонять вес, да? Да. Сложно? Очень сложно, но мне помогает это мой отец, он как бы сейчас пенсионер, он сидит дома и все расписано, все готовит. Что, готовит какие-то вкусняшки вам? Никаких вкусняшек, все, что помогает мне сбросить вес. А ваше любимое блюдо? Блюдо? Что любите? Макароны с морепродуктами. Ага, макароны все-таки, да? Да, это любимое блюдо вообще бойцов. Есть девушки в кикбоксинге, да? Я знаю, выступают тоже. Да. Как вы к этому относитесь? Раньше как бы скептически к этому относился, но сейчас я вижу даже в боксе, в кикбоксинге девочки очень сильные, и при этом они остаются женственными. Главное, чтобы они берегли себя, самое важное. В вашей жизни есть кого беречь уже? Да, конечно. В первую очередь, конечно, главная женщина – это моя мама. Как бы она мне во всем помогает, поддерживает, это вот главный человек в моей жизни. Вы уже сейчас, можно сказать, даже дипломированный специалист, много чего умеете, много чего знаете. Приходится уже помогать своим тренерам, вот с младшими ребятами. Когда есть возможность, обязательно после тренировки, вот я занимаюсь иногда с ребятами общей физической подготовкой, у меня в этом есть достаточно хорошие знания. А так, по мелочи, там какие-то технические навыки подсказывают, какие-то фишки, но не более. Все работает. Слушают вас, слушают как чемпиона. Конечно, конечно. Они видят, чего я добился, как я выгляжу, как я двигаюсь, и хотя так же. В профессиональном отношении, чего хотите добиться, что у вас впереди, какие следующие бои? Честно говоря, я не задумываюсь об этом. Я просто, самое главное – это мне развивать себя. Я просто тренируюсь, развиваюсь, и когда есть какие-то возможности, я выступаю, и вот результат. Я знаю, что у профессиональных спортсменов, то у них вот этот перерыв между тренировками, боями, следующими боями, он не должен быть очень большой, да? Да, обязательно. То есть сейчас вы уже куда-то готовитесь, куда? Да, сейчас ведутся переговоры о следующем профессиональном бое. Возможно, он будет в Молдове проходить, фея-организация. Но самый ближайший – это вот Кубок Европы в Австрии будет проходить. Готовимся туда. А когда выигрываешь, какие эмоции? В этот раз это были какие-то особенные эмоции. Я просто, мне захотелось заорать, закричать. Просто я увидел это у себя в голове, и потом это произошло просто точь-в-точь. Я кричу, и у него грустное лицо, у моего соперника, и я такой – тадам! Понятно. Ну что ж, я вам желаю вот это чувство еще не раз испытать в своей карьере, да? Спасибо. И мы с удовольствием об этом расскажем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.